В молитвах и мыслях о светлом сегодня главный праздник в циркуном календаре у западных христиан. Католики отмечают Пасху, в нашей стране это вторая по численности конфессия. Основные богослужения прошли в костелах ночью, а с утра по традиции в храмах проводят обряд благословения огня и воды и весь день окропляют святой водой пасхальную трапезу. Подготовка к празднику тоже имеет свои особенности. София Бережная побывала в одной из семей и увидела, как католики готовятся и проводят воскресенье Христова. В этой семье Пасху всегда ждут и готовятся заранее. Ваня старший ребенок, он прислуживает в костеле, да и дома взял на себя серьезные обязанности. Я готовился, я помогал маме, убирал комнату, красил яйца, делал хорошие поступки, брал постанов, слушал родителей, помогал бабушкам, дедушкам. Ходил в костел, молиться, убирать костел, мыть окна. Пасхальные куличи, пироги и, конечно, крашеные яйца старательно укладывает вся семья. В праздничной трапезе их осветят, но не застолье главное в этой семье, а служба, которая несет особое значение. Анна с детства чтит все пасхальные традиции и передает их детям. Самое главное для меня было это поехать, пойти даже не поехать, а пойти за 8 километров в костел пешком, одеть белое платье, сыпать цветы, то есть была процессия возле костела. Это было, ну, прям так тепло становилось сердце и чувствовалась любовь к Богу. Мои дети, мой муж, то, что мы стараемся, да, вот есть какие-то трудности, есть какие-то испытания, но мы стараемся вот стать ближе к Богу, стараемся, чтобы каждого наполнить вот этой вот радостью и любовью. Супруг тоже прививает детям любовь к Богу, молитва в семье каждый день, а перед главным праздником еще и некоторые ограничения. У католиков не такой очень строгий пост, как у православных людей. У православных больше там всяких ограничений, там в еде, а у католиков берется определенная постанова на протяжении от поста, что-то там, допустим, от чего-то отказываешься, допустим, там некоторые берут, там не сидеть, допустим, в телефоне, там не за компьютером, там кто-то от алкоголя отказывается. Главное в этой семье все проблемы решать сообща и обязательно делать добрые дела. Вместе накануне праздника посетили и праздничное богослужение. В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в католических храмах освещают то, что после попадет на праздничный стол. Традиционно в корзине яйца, хлеб, соль, мясные продукты, пироги и куличи. Здесь же верующие поздравляют друг друга, дарят пасхальные яйца, как символ появления на свет воскресения Христова. Хлебом Господь кормил в пустыне голодных людей мясо, символ пасхального ягненка, которого употребляли иудеи. Красное яйцо – это победы над смертью, а соль – сила, которая охраняет от неверного шага. Дни перед Пасхой тоже имеют особое значение. Починаем, по сути, святковать уже в Великой Посте, когда мы рахтуем наши души, наши сердца на споткание с Езусом Воскреслом. В Великой Чатвер мы узгадываем эту Великую Теемницу, которую Пан Езус покинул для всех нас, своего тела и крови. Потом, в Великую Пятницу, мы переживаем ягонную смерть, а дыхот, ведучи, что к этой смерти мы поедналися с Богом. И безумовно Пасха для нас является часом споткания с Христом Воскреслом. Праздничной ночью в Касовах зажигают пасхал. Это пасхальная свеча, огонь от которой раздают всем верующим. Дякуючи з мертвых поустанню, Езуса перед человеком отчынилася новая перспектиба. Человек стал большим, бо человеку заззяла новое солнце и объявилася новая земля. Браты и сестры, отчыним же дверы з мертвых поусталаму. Отчыним дверы наших сердцем, батьковских домов и людей, потребующих нашей допомоги. Уже утром в воскресенье семьи садятся за праздничный стол, но перед трапезой обязательно зажигают свечи и читают молитву. У нас был 40-дневный пост, 40 дней мы постили. И наконец-то долгожданно случилось такое событие – Пасхи, воскресенье Иисуса Христа. Пасха – это такой праздник, что каждый христианин должен наполниться радостью и любовью. Это очень радостное событие для нас. И самое главное – то, что Иисус живет, Он не умер, Он в наших сердцах. С понедельника у католиков начнется пасхальная неделя или светлая седмица. Все семь дней такие же праздничные, как и сам день Пасхи. Через девять дней после праздника, во вторник, у католиков будет радуница. Они пойдут в храмы и на кладбище, чтобы помянуть усопших. София Бережная, Кирилл Липовик. Наши новости. Брест. Поздравление всем христианам, которые сегодня празднуют Пасху, направил президент. Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения, веры и надежды, говорится в поздравлении. Также президент отметил, что прекрасное время напоминает о вечных нравственных ориентирах, взаимном уважении, почитании старших, милосердии, сострадании, бескорыстной заботе о ближнем, искренней любви к родной земле. Глава государства выразил надежду, что особая теплота праздника укрепит в сердце верующих надежду на самое лучшее, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье. Великий праздник сегодня у православных – вербное воскресенье. Торжество, связанное с последними днями земной жизни Иисуса Христа. С самого утра в храмах многолюдно идут праздничные службы. Верующие приносят для освящения веточки вербы – символ весеннего возрождения, а также пальмовых веток, которыми жители из Иерусалима радостно приветствовали Иисуса Христа на входе в город. Этот праздник для нас всегда был такой вот знаменательный очень. И, ну, он, конечно, в преддверии очень больших страстей, больших страданий Господа, и поэтому эта радость немножко с такой большой горечью, но с большой верой в то, что будет воскресенье, придет. Поэтому вот мы даже взяли вербочку с красной ленточкой, что она символизирует воскресенье Господа. Это уже как традиция. Мы каждый год, ну, на этой площадке мы первый раз, а обычно возле своего, ближе дома. Ну, так для нас это большой праздник. Вот, стараемся потом в церковь еще зайти помолиться за близких, родных. Вот. Ну, и детей приучаем к таким традициям православным. Само освящение вот вербы, которое приносят, оно есть символ того, что природа пробуждается. После зимней спячки произрастает трава, деревья, листья появляются, плоды со временем. И так само в жизни тоже каждого человека произойдет. Весна рождения человеческая. И вот Господь сегодня, придя в Иерусалим, Он показал как раз, что будет второе пришествие, будет славное, будет радость большая для праведников. Впереди страстная неделя, дни самого строгого поста. Главный церковный праздник Пасху православный мир отметит 16 апреля. Война с православной церковью, которая все больше напоминает библейские сюжеты. Национальная безопасность в Беларуси, общая в союзном государстве. А также другие самые важные темы уходящей недели сегодня в 8 вечера в контурах. Прощай оружие! Мировой лайфхак от президента Беларуси. Соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. О чем договорились Лукашенко и Путин? Союзный щит или все же кулак? Защита от Бреста до Владивостока. Дежурным силам готовность номер один. Зритель сейчас, как ни странно, требует счастливого финала. Контуры в воскресенье 20.00. Держать порох сухим и в любой момент стать на защиту Родины. По поручению главнокомандующего проходит очередная проверка боеготовности в вооруженных сел. Продолжается призыв военнообязанных из запаса. Служащие совершают марши в назначенные районы и отрабатывают задачи. Бойцы одного из танковых батальонов провели контрольные стрельбы из штатного оружия танка Т-72Б. Район проверки посетил госсекретарь Совета безопасности. Проинформировал призывников о военно-политической обстановке. Рассказал о мерах по обеспечению безопасности в стране. Баталии в небе и на суше на линии Сталина показали один из самых страшных эпизодов в истории афганской войны. В основе реальное событие. Зрелищная реконструкция боя, шои боевых машин, мастер-классы, интерактивные зоны. Самые яркие кадры у Антона Ковальчука. Весна 85-го. Мараварское ущелье, провинция Кунар. У советских разведчиков первый самостоятельный выход после отправки в Афганистан. Солдаты замечают группу душманов. Выстрелы, взрывы гранат, крики о помощи. Большие потери с обеих сторон. На помощь разведке приходит спецназ и авиация. Банду противника выбивают с высоты. Кто-то бежит, кого-то берут в плен. Разгрузка, все это имеет большой вес. С этим надо бегать. Бегать быстро. И реагировать на изменения обстановки. И слушать командира. Конечно, тяжело. Как и на настоящей войне. Но мы для этого все и делаем, чтобы показать, что такого быть не должно. Над программой работали полсотни реконструкторов. За всем, что происходит на поле боя, следит и управляет один человек. Он же автор идей, режиссер и постановщик. Хотелось бы показать все-таки солдата и тот долг, который он давал той стране большой. И что они все были патриотичны, не боялись. И наоборот, даже с огоньком, неважно, куда родина посылала, они шли в бой и выполняли долг. Приехали посмотреть на реконструкцию боя, показать ребенку, что такое техника и что такое мирное небо над головой. Чтобы он понимал, что такого больше у нас не повторялось и не было в будущем. Мне понравилась мощь нашей армии. Так много лет назад было и до сих пор в наших сердцах. Это будет все время и всегда памятью. Яркая кульминация шоу боевых машин. Участвуют два экипажа. В команде оператор-наводчик, механик, командир. Дистанция 3 километра. На пути препятствие с двумя огневыми рубежами. Штурм дома условного противника и гонка по узкой извилистой трассе. Техника и оружие – точная копия тех, что использовали советские войска в Афганистане. Каждый выстрел холостой, ведь безопасность превыше всего. Масштабная реконструкция, возможность показать белорусам, что нам есть чем гордиться и что защищать. Линия Сталина – не только площадка для шоу и баталий. Гости максимально вовлекаются в военную реальность. Одна из особенностей – интерактивы. Любой желающий познакомился с ретро и новейшей техникой, залез на танк и представил себя в роли командира. Для любителей стрельбы – оружейные мастер-классы. От праздника к празднику гостей все больше. Каждый раз зритель в ожидании нового яркого шоу. В очередной бой реконструкторы пойдут в начале мая. Уже репетируют сражение ко дню победы. Антон Ковальчук и Антон Козельский. Наши новости ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова